Всем привет, меня зовут Богатейший Ди. Темой сегодняшнего видео станет эфириум. Вырастет ли эфир до 10 тысяч долларов за монету? Хотя бы когда-нибудь. Пиковая цена эфириума составляла более 1400 долларов в январе 2018 года. Это было время, когда весь рынок покорял новые вершины. А теперь спустя 10 месяцев цена эфира скатилась до 200 долларов. Поражает, не правда ли? Поэтому неудивительно, что у людей возникает вопрос, а является ли эфириум все еще привлекательным для инвестиций? Сейчас это вторая по капитализации криптовалюты из существующих. Тем не менее, многие аргументируют свой скептицизм по отношению к эфиру, его низкой скоростью, плохой масштабируемостью и другими проблемами. Поэтому сегодня я постараюсь максимально честно и объективно обсудить будущее второй криптовалюты. Расскажу вам о трех вещах, которые нужно воплотить разработчикам, чтобы эфириум так сильно подорожал. Давайте начнем. В 2015 году эфириум был новой революционной технологией на рынке. Он являлся тем, что называют криптовалютой второго поколения. Грубо говоря, эфириум на тот момент был лучшей версией биткоина, который является криптовалютой первого поколения. Эфир был лучше во многих отношениях. Транзакции были быстрее и дешевле, а сам эфириум предлагал то, чем биткоин похвастаться точно не мог. Смарт-контракты и платформу для децентрализованных приложений. Все это было в 2015. Сегодня конец 2018, и теперь мы знаем, что эфир недостаточно быстрый. Он слишком медленный, слишком дорогой. Поэтому нам нужны другие лучшие варианты. И теперь на стену выходят криптовалюты третьего поколения. Трон, Кардана, Иос, Нео. Все эти криптовалюты являются лучшими версиями эфириума. По крайней мере, они должны такими быть. Проблемы давят, конкуренты не спят. Вопрос, а что нужно сделать эфиру, чтобы не только не упасть, но вырасти до 10 тысяч долларов за одну монету. Что ж, первое, что нужно сделать эфириуму, это адаптироваться. Он должен быть оптимизирован, иначе просто умрет. Виталик, создатель эфира, не раз лично об этом говорил. Сегодня становится понятным, что оптимизировать криптовалюту второго поколения намного сложнее, чем создать криптовалюту третьего. Но это возможно. Виталик анонсировал о появлении эфириум 2.0. До анонса мы уже слышали слухи об этом таинственном эфире второй версии, но теперь это объявлено официально. Эфириум 2.0 это комбинация из нескольких ключевых свойств, о которых мы говорили все эти предыдущие годы. Мы активно проводили исследования, разрабатывали и строили инфраструктуру проекта с нуля. Сейчас, наконец, можно начать завершающий этап работы над обновлением. Если эфириум 2.0 будет создан, то это поможет эфириуму стать лучше, чем Tron, Cardano, EOS и все остальные, кто в этой компании тусуется. Особенности эфириум 2.0 включают в себя следующее. Чистый proof of stake, быстрое синхронное подтверждение, ускорение виртуальной машины, конечно же шардинки, каспер и так дальше. Там огромный список изменений. Я, конечно, не разработчик, я даже не криптоэксперт, если уже говорить по-честному, а всего лишь энтузиаст. Но шардинки Каспер решают самую главную проблему, проблему масштабируемости. По факту разработчики обещают тысячекратное масштабирование, а это круче, чем у главных конкурентов эфира на сегодня. Вся эта фантастика будет носить имя Serenity. Serenity это реализация исследований, которые велись по всем направлениям, которым мы посвящали все свое время последние 4 года. Мы сейчас говорим не просто о Каспере, а о подлинном, чистом протоколе Каспер. Именно так комментируют свою работу разработчики. Да, эта информация не новая. Она уже так или иначе проскальзывала в различных источниках. Но оптимизация это первое, что должно произойти с эфиром, чтобы он вырос. А Виталик говорит, что эфириум 2.0 уже совсем близко. Второе, что нужно эфириуму, чтобы сохранить статус второй криптовалюты, это полезные свойства. Люди должны продолжать пользоваться эфириумом. Потому что нет никакого смысла в том, насколько хорош продукт, если им никто не пользуется. Кстати говоря, в этом плане у эфира было преимущество. Потому что это был прорыв криптовалюты, предлагающий платформу для смарт-контрактов и децентрализованных приложений. Состоянием на лето 2018 года 94 из 100 блокчейн-проектов были построены на базе эфириума. Вам просто не удастся создать отличные приложения без большой команды разработчиков. Однако в наши дни сеть эфириума обладает двумя стами, пятью, десятью тысячами разработчиков. Для сравнительно небольшого сектора это очень большое число. И даже по мере просадки рынка интерес разработчиков продолжил расти. Поэтому прямо сейчас у эфириума есть разработчики. Но криптовалюты третьего поколения намного упрощают разработку кода и приложений. Поэтому возникает вопрос, а не переманят ли они этих разработчиков? Но пока что эфириум остается лидером децентрализованных приложений. Для сравнения, когда был создан интернет, мало кто вообще мог им пользоваться до появления приложений. Приложениями на тот момент были электронная почта, веб-браузеры и все такое. До тех пор, пока такие приложения не были разработаны, о массовом принятии интернета даже не заикались. Я думаю, все это будет повторять и криптовалюта. Ей нужны децентрализованные приложения, которыми люди будут пользоваться. Этот сайт показывает эти приложения. Именно на этой странице можно увидеть топ-5 так называемых дапов. Криптокотики до сих пор держатся в топе. А здесь можно увидеть все децентрализованные приложения на базе эфира. Их здесь более тысячи, но проблема в том, что ими никто не пользуется. Первые топ-50 приложений еще как-то пытаются подавать признаки жизни, а дальше смерть. Итак, оптимизация и использование это первые два пункта, которые эфиру нужно удовлетворить. Третий и последний пункт это фьючерсы на эфир. Как мы помним, с декабря 2017 года на Чикагской бирже опционов или CBOE стали доступны первые фьючерсные контракты на биткоин. Эфириум может стать второй такой криптовалютой. Собственно, фьючерсная торговля для эфириума уже является предметом головной боли этой биржи. Для запуска необходимо разрешение комиссии по торговле товарными фьючерсами. Сам запуск фьючерсов ожидается уже в октябре-ноябре этого года. Но, конечно, точную дату никто не знает. Многие эксперты называют фьючерсы на биткоин одной из причин роста криптовалютного рынка до почти 1 триллиона долларов на пике. Да, были дела. Кстати говоря, еще одним аргументом в пользу возможности запуска фьючерсов на эфир является то, что комиссия по ценным бумагам и биржам США не рассматривает эфириум как ценную бумагу. Но не стоит забывать о том, что фьючерсы также могут привести и приведут к спекуляциям на рынке. Ведь играть можно и на понижение. В любом случае, фьючерсы на эфириум станут огромным зеленым флагом для институциональных инвесторов, потому что они увидят в эфире реальную ценность. Это был третий пункт, который эфириуму нужно выполнить, чтобы остаться лучше своих конкурентов. Возможно, я что-то пропустил или в чем-то не прав. Если это так, обязательно пишите в комментариях. Если же в этом видео было что-то полезное для вас, как обычно, поставьте лайк. Давайте представим, что эфириум все-таки достиг 10 тысяч долларов за монету. И допустим, что в обращении на тот момент будет 110 миллионов эфиров. Если это случится, то рыночная капитализация эфира будет более триллиона долларов. Капитализация всего рынка сейчас 211 миллиардов, а эфир весит 21 миллиард. Я уверен, что в 2019 году капитализация эфириума не будет равняться триллиону долларов. Ближе к 2025-му, возможно. Хотя более вероятный, мне кажется, сценарий флиппинга эфира с тем же Риплом. Или даже Иосом. С Риплом, кстати, это уже происходило, но кратковременно. Но то, что эфириум никуда не исчезнет, это факт. Давайте вернемся в 2015 год и посмотрим, кто был в топе на тот момент. В топ-10 наблюдается много знакомых имен и эфириум среди них. Эфириум, кстати, дешевле доллара стоил. А дальше совершенно другая картина. Сейчас этих монет здесь и не видно. Вот, например, Гриткоин в 2015 году на 16 месте. А в 2018 на 564. Или Неймкоин, 14 позиция, 38 центов. Сейчас на 420 позиции, но стоит 54 цента, что тоже дороже. Улавливаете мою мысль? Даже если эфириум не удержит позиции, покинет топ-10, топ-20 или даже топ-50, он не умрет. Он будет расти, если сможет выполнить все три пункта, о которых я говорил выше. Поэтому даже если он перестанет быть второй криптовалютой, это не значит, что у него не получится достичь 10 тысяч долларов за монету. Такая цена вполне может стать реальностью на протяжении следующих 5 лет. Но это только мое мнение, а не финансовый совет. А что вы думаете об эфире? Пишите в комментариях. Ставьте лайки, делитесь видео с друзьями, комментируйте, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, стараясь выпускать видеоролики о криптовалюте каждый день. А также подписывайтесь на Телеграм, группу ВКонтакте, пользуйтесь услугами мониторинга обменников Викченч Сумо, все ссылки будут в описании. И не забывайте богатеть, конечно же. Меня зовут Богатейший Дик. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»